Если нельзя, но очень хочется, то можно. Под таким девизом работает этот мини-маркет в центре города. Ивановские агенты совместно с прокуратурой Ленинского района провели ночной рейд по выявлению фактов продажи здесь алкоголя в ночное время. Бутылку горячительного покупателям продали без лишних вопросов. Зато вопросы возникли у прокурорских работников. Сейчас молодому человеку продали бутылочку водки, да? Вы знаете, что у нас, соответственно, 63-й ОЗ, законно о том, если нельзя после 21-го продавать цветами. Это абсолютно не важно. По словам продавцов, это вовсе не мини-маркет, как гласит вывеска, полноценная закусочная. Вот и столы имеются, они сложены в углу, и стулья новенькие, на них еще ценники не тронуты. Вот туалет для посетителей. Претензий у надзорных органов возникнуть не должно. Действительно, по закону, в закусочных должно быть не менее 6 столов и от 24 посадочных мест. Не стульев, а именно мест. Невооруженным глазом видно, что разместиться в этой, с позволения сказать, закусочной 24 человека не смогут. Какими-либо признаками предприятия общественного питания указанное помещение не обладает, то, что там стоит около 6-11 столов, это ничего не говорит. В том числе, там площадь определенная тоже должна быть по нормам. Она отсутствует. Счастливые покупатели здесь часов не наблюдают. Алкоголь продается в любом виде и в любое время. Наверное, поэтому за те несколько минут, что оформлялся протокол, в магазине образовалось настоящее столпотворение из жаждущих отовариться. Прокурорская проверка явно подпортила праздник завсегдатаем заведения. В прошлом году мы ездили на этот же адрес, делали контрольную закупку, контрольную закупку удалась. Был составлен акт правонарушения административного. Сегодня мы снова по многочисленным жалобам сделали проверку. И вывод неутешительный, то, что продают, продавали. Решается вопрос о привлечении руководителя, также, возможно, юридического лица к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 Кодекса административных правонарушений. Штраф составляет на должностное лицо от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое лицо от 50 до 100. В случае вынесения судом постановления о назначении административного наказания в виде штрафа данного постановления, прокуратура района будет направлена в уполномоченный орган с решением вопроса о лишении лицензии на право продажи алкогольной продукции по данному адресу. По сути, для подобных заведений законодательное ограничение продажи алкоголя не ограничение вовсе. А подарок. Конкуренты отсекаются, а гречительное становится для покупателей самым желанным товаром. Торговля после ухода проверяющих продолжилась, как ни в чем не бывало. И, скорее всего, ежедневная, а главное, еженочная выручка заведения с лихвой перекрывает все штрафы. Наталья Гутарина, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.